Транспортная неделя Минтранс разработал и внес правительство, которое одобрено на президиуме Госсовета, президентом Российской Федерации. Поэтому для нас очень важно получить дополнительные мнения, обсудить, рассказать. Достаточно интересные с точки зрения экспонатов и наработок, которые сделали наши предприятия. И в то же время будет интересна, наверное, сама дискуссия о перспективах развития транспортной отрасли. Практически по всем направлениям в 2021 году отрасль восстановилась. Очень серьезно продвинулись вперед и сегодня показывают замечательные результаты доставки грузов. Прекрасно себя чувствует доставка грузов воздушным транспортом. Целый ряд компаний открыли собственные направления по доставке грузов, поскольку это доходно, выгодно и сегодня очень актуально. Что касается моря, то здесь также транспортная работа прекрасно поставлена. Спрос на морские и речные перевозки сейчас огромный. Главные тренды логистической отрасли это в целом цифровизация, прежде всего подформенное решение. Речь идет о цифровизации целой отрасли. И, конечно же, это изменит весь облик и российской, и мировой логистики. Второй тренд это переход на экологические виды топлива. Это, во-первых, снизит экологическую нагрузку и на нашу страну, и на мир. И, во-вторых, это будет иметь определенное экономическое влияние, так как, по нашему мнению, это снизит стоимость перевозок грузов, так и пассажиров. Мы сегодня презентовали кругосветное плавание парусника МИР. И инициатором плавания стало Министерство транспортной Федерации. Кругосветка станет одним из мероприятий подготовки всемирного празднования Дня моря в Российской Федерации в 24-м году. Предусмотрено 29 судозаходов в 19 странах мира. Мы пройдем по трассе Семь морпути, мы пересечем Тихие Атлантические океаны, мы пройдем через мыс Горн. Все точки, которые можно предусмотреть в паре плавания, будут охвачены. Одна из основных миссий общества знаний – показывать молодым ребятам, что получать знания, узнавать новое, может быть интересно и увлекательно. И что благодаря своему знанию и уму можно достичь успеха в жизни. И в работе студии общества знаний на транспортной неделе мы ставим для себя одну из главных задач – это замотивировать ребят. А что может мотивировать лучше, чем примеры истории успеха тех людей, которые уже прошли этот путь? Так, в этой студии, в Мисс Транспорта, члены правительства, главы крупнейших транспортных компаний, ученые. Мы стараемся давать ребятам возможность глаза в глаза пообщаться с самыми интересными и сильными в своем деле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова